Преимущество настоек лекарственных трав состоит в их более высокой всасываемости и, следовательно, более высокой биодоступности. Эффект при применении настойки наступает гораздо быстрее по сравнению с порошками и настоями-отварами. Настойки хранятся гораздо дольше других лекарственных форм. Настойки удобно используют. Обычно добавляют несколько капель настойки в сок или воду. Если спирт нежелательный, то можно добавлять настойку в кипяток. Тогда будет происходить испарение спирта и остается токодействующие лекарственные вещества в составе растения. Перед применением настойки ее следует тщательным стряхивать. Настойки необходимо хранить в темном прохладном месте. Кончик пипетки, который вы набираете настойки, должен быть по возможности всегда оставаться стерильным. Всегда плотно завинчивайте крышку после использования настойки. Градус спирта, на основе которого делаются настойки, это действительно важно. Процент настойки определяется содержащимися в траве веществами. Если в растении содержатся в качестве полезных веществ полисахариды, это такие растения как солодка, алтей, красный клевер, сарсопорилла, то их процент не должен быть больше 30 градусов. Так как в противном случае полисахариды будут оседать и не будут оказывать своего полезного действия. Высокие проценты требуют такие травы, как например ромашка 60-70 градусов, девисил 65-70 градусов, гинкобилоба от 55 до 65 процентов спирта. При более низких процентах будут меньше выход полезных веществ в настойке. Также очень важно соотношение сухого вещества в вертвом настойках. Стандартным считается соотношение 1 к 10. Однако более интенсивным действием обладают настойки 1 к 5. На это все необходимо обращать внимание, когда вы покупаете настойки. Существует два метода получения настойки. Это мацерация, способ при котором смешивается сухое растительное сырье и спирт и оставляется на минимум две недели в прохладном сухом месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА